Друзья, сами видите какой сейчас рынок. И по этой причине мы давно не говорили про новые криптопроекты, потому что почти никто не рискует запускаться в данный период. Но команда Волкан не боится медвежьего рынка и настроена на долгосрочную работу. А еще в проект можно войти без вложений. Давайте разбираться. Волкан А чтобы понять ее, нужно разобрать игровой процесс. Для начала нужно скачать их приложение на свой смартфон. Поддерживаются операционные системы iOS и Android. Затем вырегистрируетесь в приложении. К слову, это занимает менее минуты. Получайте сид фразу для восстановления своего кошелька в случае необходимости. Затем вам бесплатно выдают игрового персонажа котлета. То есть вы только скачали приложение, а уже зашли на всю котлету. Шучу. На самом деле разработчики вкладывали в название игровых персонажей совсем другой смысл. В оригинале они называются котлет. И это такая игра, которая расшифровывается как коты-атлеты. Что происходит дальше? Вы получаете своего первого котлета и просто ходите. То есть первое отличие от Stepan. Вам не нужно покупать NFT, чтобы зарабатывать игровые токены. В приложении Volkan вы получаете награду в виде одного гем за каждую тысячу шагов. И бонусный гем, если выполняете определенную норму по количеству шагов в день. За эти гем вы прокачиваете своего персонажа котлета, повышая его уровень и характеристики. После чего играете в приложении и зарабатываете токены. Механика соревнований Volkan подразумевает разделение всех персонажей на лиге. Чем выше уровень, тем выше лига. А также имеются три вида соревнований. Марафон, спринт и сила. Причем ваш котлет будет хорош в каком-то конкретном виде соревнований в зависимости от прокачанных характеристик. Так что тут есть даже RPG элементы. Вы выбираете персонажа. Их может быть больше одного на аккаунте. Далее лигу и тип соревнования. После чего игра проведет поиск соперника и само состязание. Фактически просто проводится расчет того, кто победит исходя из характеристик персонажа. Если победа за вами, тогда вы получаете награду в виде волкин токенов. Это их внутриигровая валюта. И про нее мы подробно поговорим в заключительной части видео. Сейчас только отмечу, что токен уже торгуется на топовых биржах, в том числе Huobi и Gate.io. Сам проект работает на блокчейне Солана. Заработав в волкин токены, вы можете вывести их на биржу и продать, тем самым конвертировав свои шаги в реальные деньги. Также в волкин есть NFT и собственный маркетплейс для них. NFT бывает двух типов. Первый – это игровые предметы, которые можно надеть на своих котлетов и тем самым повысить их характеристики. А второй тип NFT – это сами персонажи. Их можно тоже купить на маркетплейсе или получить путем скрещивания других котлетов. Но есть классная фишка для тех, кто не хочет ни копейки вкладывать в проект на входе. Это возможность преобразовать своего бесплатного котлета, которого вам дали при установке приложения, в NFT токен при достижении им шестого уровня. Пара важных моментов. Команда Волкен заявила, что в приложении действует система защиты от накрутки шагов. Учитывается не только вибрация при ходьбе, но и перемещение в пространстве, а также скорость движения. То есть ходить все-таки придется. И другой важный момент. Вам также придется открывать приложение и тыкать в нем кнопки, чтобы прокачивать своего котлета. И отправлять его на участие в соревнованиях, чтобы получать токены. Это та база, которую вам нужно знать про Волкен, если решите попробовать. А дальше поговорим про будущее данного проекта. Разработка Волкен началась в феврале 2022 года. Что они успели выполнить за это время? Самое главное – это создали и запустили приложение. Проект уже стартовал и отлично работает. Также провели IEO своего токена и листинг на централизованных биржах. В первую очередь на Хуобе, которая также является одним из венчурных инвесторов Волкен. На данный момент идет доработка игровых механик. Так, в августе разработчики добавили бустеры, чтобы ваши котлеты могли больше и лучше соревноваться, зарабатывая больше токенов. А на сентябрь запланировано сразу несколько важных апгрейдов, про которые стоит рассказать подробнее. Разработчики Волкен обновили свою дорожную карту с учетом пожеланий и предложений сообщества. Поэтому теперь их приоритеты – это стейкинг, дополнительная функция заработка, причем пассивная, программа амбассадоров и реферальная программа. То есть самые активные участники сообщества получат бонусы и вознаграждения за свои усилия и привлечение новых пользователей. Локализация приложения. Уже добавлены такие языки, как английский, русский, японский, китайский, испанский, португальский, французский и немецкий языки. Дальше будет больше. Ранги и колесо фортуны – это новые игровые механики, чтобы можно было зарабатывать еще больше токенов. Я сейчас перечислил приоритеты разработчиков на сентябрь и октябрь, причем часть этих работ уже завершены. Так, приложение теперь доступно не только на английском, но и на русском, французском и других языках. Но дорожная карта прописана по январь 2023 года, и там еще много интересных планов. Например, улучшение взаимодействия с блокчейном, добавление ежедневных квестов, новые игровые режимы, офлайн-мероприятия для сообщества, введение социальных элементов, заключение новых партнерств и маркетинговая кампания. Все эти элементы должны сделать Волкен чем-то большим, чем просто приложение для фарма токенов при ходьбе, что позволит им распространить свою идею на весь мир. Интересный и смелый план. Тут нужно пожелать им удачи, а нам остается посмотреть на токен и его цену. Это ведь самое интересное. Открываем график Волкен. И я бы сказал, что это боль, но это будет неверно. Торги на биржах начались только этим летом, в самый жесткий период текущего медвежьего рынка. Так что это вполне нормально, что через какое-то время после листинга цена установила текущий максимум в 17 центов. Она сейчас откатилась до 4 центов. Волкен еще слишком молодой проект, чтобы анализировать его цену с точки зрения уровней поддержки и сопротивления, индекса относительной силы и прочих привычных инструментов. Здесь есть смысл оценить общую динамику, как и весь крипторынок, начиная с биткоина. Токен проекта сейчас находится в стадии поиска своего дна, откуда можно будет рассматривать шансы на разворот. Вот, разработчики Волкен дают очень интересную картину текущего оборота токенов, которая позволяет говорить о том, что разворот в цене может последовать уже скоро. За счет возможности бесплатного старта в игре наблюдается большой приток новых пользователей, а игровые механики генерируют спрос на Волкен токены внутри приложения. Таким образом, большая часть токенов тратится внутри игры, на Mint NFT, прокачку персонажей и покупки на маркетплейсе. А после добавления стейкинга, еще одна часть токенов будет фактически выведена из обращения. И таким образом, на данный момент Волкен имеет дефляционную модель, то есть его открытое доступное предложение сокращается. Если посмотреть на эмиссию токенов, то она ограничена двумя миллиардами, и поэтому текущая цена в 4 цента, и капитализация в 86 миллионов долларов – это реально очень мало. Но рынок медвежий, и пока биткоин не дает сигнал на разворот, побороть общую тенденцию будет тяжело. Но в будущем, при сохранении высокого спроса на токен для применения его внутри игры, а также с учетом запланированных обновлений приложения и новых листингов на биржах, шансы на рост цены в перспективе от полугода и более действительно хорошие. Конечно, я не даю финансовых советов, и вы должны проводить собственное исследование. Поэтому под видео оставлю ссылки, по которым вы можете перейти и подробно изучить проект Волкен, а может даже и создать своего первого котлета. И хоть рынок криптовалют сейчас недружелюбный для новых проектов, но если хотите больше таких обзоров, можете показать это своим лайком и подпиской на канал. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост. Субтитры сделал DimaTorzok